Бип-бип человеке. Сейчас я вам расскажу историю про Ника и Джуди из Зверополиса. Ну а мы начинаем. Короче погнали. Джуди Хоббс пришлось одной ехать на работу, из-за того, что ее рыжий напарник немного приболел. Капитан Буйволсон отправил крольчиху к трудному подростку, который отнимает деньги у школьников, чтобы провести с ним беседу. Казалось бы, это очень простое задание, но что-то пошло не так. После того, как морковка уехала из участка, ее больше никто не видел. Нику Айлд забил тревогу, когда его подружка не вернулась вечером домой. Весь отдел искал пропавшую зайку до самого рассвета. К сожалению, это не дало никакого результата. Каждая улочка Зверополиса была тщательно осмотрена, но Джуди нигде не было. Единственный звереныш, который мог что-нибудь знать, это тот самый кот-хулиган, к которому направлялась крольчиха. Этот мелкий гаденыш молчит и ничего не говорит. Он только смеется наглой улыбкой, так как знает, что ему ничего не будет. Так и есть, потому что закон на его стороне, ибо несовершеннолетних трогать нельзя. Рыжий лис сильно хотел потрепать за уши этого негодника, но в этом случае его сразу же уволят с работы. Николас решает попросить помощи у Финика, чтобы тот припугнул бы чутка этого молокососа. Пусть помахает битой перед его наглой мордой и заставит рассказать о том, куда пропала его ушастая девушка. Верный друг с радостью согласился. Для него Джуди тоже была небезразлична. Они очень хорошо ладили, и часто тусовались вместе. Помочь своим друзьям в трудную минуту, это дело чести. Финик позвонил своим друзьям, чтобы те собрались вместе как можно быстрее. В семь часов утра шестеро мелких зверьков затаились у дома того котейки. Когда этот пацан вышел на улицу, чтобы отправиться в школу, его быстро затащили в фургон. А потом рванули за город, чтобы потолковать с этим маленьким негодяем. Остановившись в лесу, они вытащили его из машины, а потом начали спрашивать с особым пристрастием о том, где сейчас находится офицер Хоббс. Финик был очень свирепым и убедительным, ведь такими вещами занимается далеко не в первый раз. Он со своей командой окружили парня со всех сторон, постепенно подходя все ближе и ближе. Котейка чуть не наложил в свои штанишки. Этот юнец рассказал, что эту крольчиху держат в подвале на стройке. А еще он выдал имена всех своих товарищей, которые в этом замешаны. Тем временем Джуди сидела связанная в темном и сыром помещении. К ней подошел суровый баран, и начал сердито рычать. Ты же мистер Барашкинс, я тебя сразу узнала. Очень тихо произнесла крольчиха, охрипшим голосом. Из-за тебя моя сестра попала за решетку. Начал говорить курчавый супостат. Мне осталось еще поймать твоего рыжего приятеля. Добавил он, а потом очень громко засмеялся. Неужели этот гениальный план мести сработает, и наши пушистые герои будут оба пойманы в ловушку. Лично я отказываюсь в это верить. Ник обязательно спасет свою девушку, вот увидите. Фенек, получив всю необходимую информацию, тут же позвонил своему рыжему другу и все ему рассказал. Лис вместе с другими оперативниками через пять минут проникли в тот самый подвал, где держали крольчиху. Она лежала на полу и еле-еле дышала. Николас подбежал к ней, и очень сильно обнял. Рыжий парень сказал своей ушастой подружке, что все будет хорошо, а потом поцеловал ее в лобик. Я очень сильно надеюсь, что этот поцелуй будет не последний. Уже через минуту морковку увезла скорая. Николас не отходил от нее ни на секунду. Он смотрел печальным взглядом на Джуди, поглаживая ее пушистую голову. Прости меня, что я тебя так подвел, сказал Лис спящий крольчихе. Я обещал защищать тебя, и не справился с этим. Продолжил он сам себя обвинять. Врачи сказали, что Джуди вряд ли очнется в ближайшее время. Ей нужен постоянный покой и отдых. Ник три дня просидел возле своей спящей красавицы, а потом решил уже начать действовать. Он просто обязан найти этих гадов, которые мучили его девушку. Их нужно выследить и наказать. Чисто теоретически это можно сделать, ведь котейка назвал имена этих супостатов. Но официально привлечь к ответственности этих животных никак не получится, потому что нет доказательств. А рассказывать о том, что в лесу запугали подростка, тоже не вариант. Тогда Ник Уайлд решает самостоятельно выследить этих мучителей по одному, а потом заставить признать свою вину, записав на свой телефон. Темной ночью, он вышел в город на охоту. Пришлось надеть костюм и маску, чтобы его никто не узнал. Рыжий парень был похож на настоящего супергероя, борющегося с преступностью. Первого хищника ему удалось поймать уже через пару часов. Он привязал его к забору, а потом заставил сознаться в содеянном. Затем лис вызвал полицию, предварительно оставив им записку и флешку с видеодоказательством. После этого он скрылся в тени, а потом принялся искать остальных супостатов. И ему это удалось. На это ушло целых две недели, но оно того стоило. Рыжий мститель добился своего, и теперь этих гадов точно посадят. Крольчиха все еще лежала в коме. Врачи говорили, что придется ждать как минимум несколько месяцев, надеясь на чудо. Николас приходил к своей девушке каждый день, приносил ей цветы, и пытался с ней разговаривать, но это никак не помогало. Настало время наказать самого главного злодея, который устроил все это. Ник снова надел свой костюм, и отправился ловить барана. Мистер Барашкин сжил в огромном небоскребе, который очень хорошо охранялся. Рыжий супергерой полез по внешней стороне здания. Он чуть-чуть не сорвался несколько раз, но в итоге добрался до нужного этажа. После этого Лис своими острыми когтями сделал отверстие в стекле и забрался в квартиру. Баран проснулся от шума и набросился на нашего пушистого героя. Николас быстро среагировал и отпрыгнул в сторону. Курчавый супостат врезался своими рогами в стену и застрял. Лис пытался записать его признание на свой смартфон, но у него это не получалось. Баран молчал как рыба. Через пару минут этот гад сумел выбраться. Он снова разбежался, чтобы забодать рыжего парня. Николас снова отпрыгнул, ну а мистер Барашкин с влетел в окно, а потом полетел вниз. Наш герой совершенно не хотел такого исхода. Это произошло очень быстро и совершенно неожиданно. Он явно был в этом не виноват. После этого Лис сам прыгнул с небоскреба, но у него был парашют, который успешно раскрылся. Ник благополучно приземлился, а потом снова скрылся в ночной мгле. На следующий день, когда наш мститель снова пришел в больницу, то с радостью обнаружил, что его подружка проснулась. Он ее очень крепко обнял и поцеловал. Как же хорошо, что весь этот кошмар закончился. Ник и Джуди продолжили жить как раньше. Они каждый день защищали граждан Зверополиса, рискуя своими пушистыми хвостами. Рыжий парень жег свой костюм супергероя, и никогда не рассказывал своей девушке о том, что сделал. Иногда Лис просыпался по ночам, когда ему снился летящий вниз мистер Барашкинс. Но тут уже ничего не поделаешь. Иногда приходится замарать свои лапы, если другого выхода нет. Испытывать чувство вины, это вполне нормально для порядочного зверя. Если бы Ник как-нибудь смог бы вернуться в прошлое, то обязательно постарался бы спасти этого барана. Но это невозможно сделать, потому что таких технологий не существует. Я надеюсь, что вы никому не расскажете об этом. Потому что это большой секрет. Пусть все так и останется, как есть. Может быть наступит день, и Николас сам сознается в содеянном, но это точно будет не скоро. Сейчас Лис с крольчихой очень счастливы вместе, и портить эту идиллию уж точно не нужно. Самое главное, что они живы и здоровы, но все остальное не так уж и важно. Пусть остальные злодеи, теперь сто раз подумают о том, чтобы бросить вызов нашим пушистым героям. Не существует такого животного, с которым Ник и Джуди не справились бы. Мне очень страшно представить, что же попытается сделать мисс Барашкинс, когда узнает о том, что произошло с ее братом. Короче, точно будет очень жарко и интересно. Я вам это обещаю. Продолжение следует. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok